А вы тоже расстроены? Нет? То есть вы знали, да? Нет. Ребята, если мы будем... Мы все равно не писали. Да мы не нужны такие частые партии. Мы просто хотим понять, что это будет. Вам все на стране, потом официально. Не сами не заберем. Нет, ну почему мы знаем, что... Мы думаем, что мы думаем, что мы думаем, что мы думаем, что мы думаем. А семейные девочки, которые выживали? Косяк был. Да, у нас сюда прислали узнать информацию. У них работа, понимаешь? Мы не хотим, как вы должны. А вы из какого? Ну, из портала ядин.ру У вас там уже все написали. Написали сегодня, да я в том деле. А, так, молодец. Все, что есть, мы собрали в кучу. То есть видите, как вы решили информацию. Если бы вы нам рассказали хотя бы, что знаете, это было бы лучше. А зачем? То есть Сержка, да, там. Ребенок не прибежал, они к нему. То есть она, получается, выбежала сюда, посвящала в ближайшую квартиру. И дальше все. Стану, почему она называла контежка в таком случае? Лифт не срабатывает на ее вес. То есть если она нашла на первый этаж, то лифт не поедет. Понимаете? Получается, ей кто-то был нужен адзор, чтобы спуститься хотел. Сообразили. Ну да. Значит, ее звали Анастасия. И мы, в принципе, с ней обсуждали. Вот старший ребенок будет в школу. Мы с ней, в принципе, вот как раз перед тем, как она родила, обсуждали, что, может быть, наши дети пойдут в одну школу. И она не рассказывает про нашу школу. Поэтому ее звали Анастасия. Дочку, как ее звали, я не помню. И вот я буквально видела ее два дня назад. Она с поляцкой гуляла. И мы шли домой. И мы с ней как бы поздоровались. Спросили, как дела. Вот им, да, там, скоро им 4 минуты. А, им было 4 месяца, 6 октября. И еще как-то это. То есть у нее какие-то проблемы, конфликтов? Мы были настолько близки, но, по крайней мере, знаете, мы с ней всегда улыбались друг к другу как-то. Но она не была напряженным человеком. Ну, конечно. И мы, когда у нас был день-два, мы познакомились, мы сразу нашли общий язык, мы нашли общие темы, мы спокойно общались. То есть человек умный, адекватный. Причем человек умный, я хочу сказать. У нее семья достаточно умная. Ну, просто мы как бы по теме по школе начали общаться с ней. Мы абсолютно адекватный человек. У нее образована семья, у нее умный брат. У нее, по-моему, еще есть брат. Но мы потом это не знаем. Ну, ладно, да, я, может, прям не знаю, что-то рассказать. Но, тем не менее, со стороны, точно она адекватна, честно, 100%. Потому что мы с ней общались на разные темы. Я за это дело особо отлично. Да, то есть, по-моему, оно такое ощущение. Вот. И с дочкой мы ее гуляли вместе тоже на каких-то там, ну, общих праздниках как-то. Все время мы с ней общаемся. Ну, мы с ней вот общаемся, получается, с апреля, с мая. А так как у нее ляльки, дети, мы находим общий язык. Ну, как бы, ну, я, по примеру, нахожу общий язык. Ой, вы мне сейчас такой габрики. А чем она занималась? Это девушка? Да, она декретик была, наверное. Она декретик была. А вы поводу сегодняшнего утра слышали какие-то какие-то крики? Вообще нет. Где-то в северном районе 7 утра соседи некоторые слышали о том, что были сильные крики. Эти северные. Нет, это как-то за собой шпоп. Нет, мы просто спали. Мы сегодня еще, честно говоря. То есть, вы не проснулись от того, что там крики, транпорты? Нет, мы не проснулись, потому что у нас достаточно, знаете, как бы, хорошая шумоизоляция. У меня муж ушел где-то в 9.30 на работу, и он спокойно ушел. То есть, никакой суеты, и он чего-то тоже не понял. Здрасте, у нас присылал я один руль по поводу вот инцидента, который был сегодня наверху. Слышали про то, что... У меня нет комментариев. Нет, комментариев там не вижу. Вы слышали какие-то крики, там шум, нет ничего. Понятно.